Бля, ребята, что-то тут холодно конкретно. Итак, друзья, я сейчас нахожусь в Датской Народной Республике. Только что пересек границу. Я, честно сказать, был в шоке, да? Границы вообще никакой нет. Абсолютно вообще никого. То есть спокойно, дорога открыта вообще полностью. Еду на остров, ну и там ищу местечко какое-нибудь интересное. Ну и там буду сегодня ночевать. Так что, надеюсь, моя мечта сбудется. Такое место интересное тоже. Трава можно и здесь, в принципе, заночевать. Неплохо. Сейчас вам покажу. Смотрите. То есть вон, смотрите, какая замечательная полянка. Ставь палатку и ночуй. Тут какое-то поле. Ну это уже, видимо, тут заборчик стоит, да. Да, что какое-то частное поле. Просто травой заросшее. А вот здесь, в принципе, да, вот где я сейчас вот стою. Вон мой мотоцикл стоит, там дорога. Можно даже запросто поставить палатку и заночевать при необходимости. Короче, от границы я отъехал еще, наверное, меньше километра. Но я уже, по крайней мере, на нужной мне стороне. Так что, не подведи мой конь. Тр Unaцикл Итак, друзья, как вы можете видеть, я уже почти что у острова Рём. То есть я сейчас еду по дороге к нему. Вот там сзади он виднеется. Он там начинается и он там где-то заканчивается. Бля, ребята, что-то тут холодно конкретно. Нело такое ещё тёмное. Ну, в общем, обещает ночка сегодня будет такая прохладная, наверное. Реально дубак. Так, по ощущениям, может, градусов 7. Не знаю, может, это была дурная затея ехать сюда. Но я хотел, хотел. Сейчас посмотрю, найду, может быть, какое-нибудь классное местечко, чтобы можно было воплотить свою мечту. У меня мечта прям вот, прям вот, чтобы вот возле моря, чтобы море было видно. Так что вот представляете, если отлив, то вот отсюда где-то даже почти от самого острова и до туда, до горизонта воды вообще нет. Конечно, это сложно представить, но это так. Это так. Чё ж так холодно-то, а? Прямо зверски. Ладно, поеду я дальше, пока дождика нету. Надо ещё воды где-то набрать, остановиться. А то я воды-то с собой не брал, чтобы лишний вес на горбу не возить. Ну, там вроде по карте смотрел, есть какие-то, ну, типа озерца. Правильно сказал? Нет? Ну, ладно, не важно. Вы поняли. Природа обалденная. Такие деревья здесь, вот на материке таких деревьев нет. Здесь всё какое-то такое карликовое, да. Вот тут столик такой. Я сейчас хотел перекусить. Думал, бейш-пакет заварить. И вспомнил, что у меня воды-то нет совсем. Поэтому надо сейчас искать воду. Я по карте посмотрел. В принципе, здесь можно хайкингом заняться вообще классно. Тут такие, вот, блядь, природа обалденная. Давайте посмотрим, что тут. Какая-то карта. Какой-то типа парк, что ли, видимо. Да, то есть вот эти 3 километра маршрут. Ну, природа обалденная, да. Смотрите. Сильно-сильно отличается от материковой. Здесь вот, здесь вот намного теплее, чем вот я сейчас стоял на этой, на дороге, да. Там вообще продувало конкретно. Я думал, нафиг я сюда поехал. А здесь вот, смотрю, стою сейчас, ветра нет, тишина. И как-то потеплее стало. В принципе, сюда вот даже ехать можно на несколько дней. Ну, в принципе, погулять, полазить здесь есть. Здесь, на этом острове есть даже эти старые, как они называются, дзоты. Здесь же был этот североатлантический вал. Это когда нацисты, они, ну, сделали такую, такую стену, так скажем, от самого севера, по-моему, от Норвегии до Испании. То есть, у них тут зоты были, то есть, чтобы с этого, с запада никто не напал. Так что здесь даже, я знаю, здесь сохранились еще, как бы, эти руины, бетонные эти, пулеметные гнезда. В принципе, здесь можно полазить. И сейчас я сюда приехал чисто так на разведку. Посмотреть немножко, переночевать туда-сюда. Но летом я здесь рядом часто бываю у дочери. Мне здесь, ну, буквально 60 километров до сюда доехать. Это вообще плевок. Так что можно будет потом, когда, ну, будет действительно лето, тепло, чтобы налегке сюда приехать на несколько дней. Чисто похайкать немножко, покупаться, в общем, совместить все приятное с полезным. Так, ребята, ладно, что-то я проголодался. Хотя бы булочку сейчас погрызу и потом пойду воду искать. А потом уже, ну, еще покатаюсь по острову, осмотрюсь, где оптимальнее будет кинуть палаточку. Даже вот в таких, вот в таком ландшафте, вот что вот за мной, да, вот что вот сейчас ведь, даже там где-нибудь просто раз вечерком палаточку поставить. И красота, я думаю, я думаю, посмотрим. Ну что, друзья, нашел я все-таки место своей мечты, именно вот как я мечтал. Это вот там, вот видите, сейчас, вон там, видите, такая гора. И вот там я, наверное, поставлю сегодня палаточку. Скорее всего, может быть в другом месте. Ну, в общем, тема такая, я именно, вот именно так себе все и представлял. Ну, там у нас море. Единственный нюанс, что вот ветрено будет. А так, в принципе, классно. И здесь никого нету. Я здесь вообще один буду. Как этот, как на необитаемом острове. Вообще тема. Так что я предвкушаю. Я сейчас, наверное, поеду в какую-нибудь, выйду отсюда, выйду куда-нибудь, там найду какую-нибудь зону отдыха. Приготовлю себе что-нибудь покушать, бич-пакет. Вот, да. Ну, собственно, а сюда уже потом, ближе к вечеру. Просто сейчас не вижу смысла ставить палатку. Рано еще, сейчас четвертый час. Через часа два-три можно смело приезжать, ставить палатку. И кайфовать. Воды вообще не видно до горизонта. То есть просто песок можно вон. Прям идти, идти, идти далеко, далеко, далеко. В общем, нашел я поляну, где я буду сегодня дислоцироваться, так скажем. Мопед я сюда поставил, немножко на траву, а то мало ли вдруг вода досюда там дойдет. В принципе, он здесь хорошо, красиво, изящно встал. Правда, он весь в песке, я тут покатался немножко, погонял по этим, по пескам. Кстати, палатка будет стоять вот здесь. Тоже отличное место, ровное прям под палатку. Тут как бы и будет меня закрывать от внешних глаз, так скажем. Вот этим вот бугорком и там. Так что я здесь как бы спрячусь немножко. На этом месте будет палатка. Не знаю, может, вечерком тут, в принципе, палочки сухие валяются. Может быть, маленький костерчик может быть разжечь, я не знаю, это пока так фантазирую. Вообще-то здесь как бы кемпить нельзя. То есть там крупными буквами стояло прям, все, кемпинг запрещен. Тут недалеко, есть здоровенный кемпинг-плац. Поэтому везде, наверное, запрещают, чтобы клиенты все туда шли. Иначе бы здесь народ бы с вонмобилями только так бы стоял. Ну, будем надеяться, что не попрут сегодня. Тут вот сейчас тоже парочка мужчина с женщиной подъехали на машине, вон, поставили. Сами пошли гулять с собакой. По номерам тоже из Германии. Земляки. Так, сколько у нас время-то уже показывает. 17.05. Так, ну вот, собственно, поставил я палатку. Сейчас погода начала внезапно меняться. Посмотрите, да? Пар идет прям с это... Вообще туман. Я думаю, сейчас здесь скоро видимость, вообще ноль будет. Еще, еще буквально пару минут назад было видно до горизонта. А сейчас дымка. Ну, обалденно. Вон солнце. Ну, а я сейчас буду себе готовить чаек на своей спиртовой горелочке. И буду пить чай, наслаждаться. Сделаю сейчас большую кружечку, большую кружечку прям, чтобы кайфануть. Эх, так. Красота, да? Атмосферненько здесь. Мечты сбываются. Я вот, я вот именно о таком мечтал. Вот прям вот себе представлял. У меня прям была ясная, четкая картина в голове, как это должно быть. И вот все точно так же, как я планировал. Классно. Я надеюсь, никто не придет и не выгонит меня сегодня. Будем надеяться. Здесь какой-то проходной двор. Люди прям вот ходят, гуляют. Тут далеко же идти. Ну, ладно, я-то на мопеде заехал. А люди пешком идут. Ну, тут опять же кемперы. То есть кемперы, кто отдыхает здесь. А они потом тут же с собаками гуляют там или парочками. Так что, вот так и вот дела, ребята. Я так рад, что купил вот эту крутку себе. Сейчас в ней, знаете, какой кайф? Тепло, уютно. Ветер не продувает. И штаны тоже классные. Воды, ветренепроницаемые. Вот для таких погод сейчас самое то. Я когда сюда и въезжал на остров, да, был такой ветрища. Я думал, нафиг я сюда приехал. А уже непосредственно на сам остров приехал. Вот сюда, к воде. Ветерок присутствует. Но такой, знаете, прикольный. Как прикольный. Теплый, я бы сказал. Да. Всем доброе утро. Сейчас у нас без 10,7. На улице где-то градусов 8. Прохладно. Дует легкий ветерок. Знаете, такая прохлада сейчас на улице. Но она не напрягает. Может быть из-за того, что атмосфера такая, в которой я нахожусь. Я ее не замечаю. Вот этот какой-то холод или дискомфорт. Кстати, ребята, я ожидал, что здесь будет море. Но, как видите, его здесь нет. Море немножко оказывается в другой стороне. Чуть-чуть сбоку. А это такой огромный-огромный песчаный пляж, можно сказать. До горизонта практически. Я сейчас нахожусь, можно сказать, почти на юго-западе острова. То есть, если туда посмотреть прямо, да, то там должен быть виднется остров Зюль. Это уже немецкий остров. Такой мажорный остров, скажем так. Ну, ничего страшного. Море я тоже видел. В принципе, я от этой поездки, вот от этой ночевки получил то, что я хотел. Это самое главное. Атмосфера. Я кайфанул. В эту ночь, кстати, спал вообще отлично. Относительно, вот. Видите, у меня еще такого не было. Это впервые, что у меня две ночи подряд в палатке. Обычно я всегда одну ночку переночевал. Ну, да, это с февраля начал, да. Потом уже там у меня либо отель, либо гостевой дом. А тут у меня получилась вторая ночь подряд. Скажем так. Вот первая ночь, она, ну, видать, организм адаптировался к условиям, к палатке. К климату, наверное. А вторую ночь я уже спал вообще, как убитый, можно сказать. Так что к Норвегии я, в принципе, готов. Осталось только дождаться настоящего лета. Я, наверное, в июне, в июле планирую. Если ничего не помешает, а я на это очень надеюсь, то надо будет рвануть, чтобы так хорошо покататься. Недельки две, может быть. Ну, там загадывать сильно не буду планировать. Я даже маршрут не хочу планировать. Просто у меня есть направление. Я знаю, куда я хочу приблизительно. А там уже по месту, по ситуации буду ориентироваться. Да. Сейчас, какие у меня планы. Сейчас я сделаю себе чайку, попью чаю. Завтракать пока не буду. Ну, а там посмотрим. Буду потихоньку собираться. Часов, может быть, в 10. В 10 выйду отсюда. В 11 буду в Германии. Там надо будет закупиться. И потом у меня, я снял на сутки гостевой дом. Ну, квартиру как бы гостевую. С дочкой хочу время провести немножко. Вот такие планы. Продолжение следует.